Привет-привет, дорогие подписчики и зрители! Всякоразность Китая я вас приветствую! В общем, сегодня будет открыта новая рубрика у нас, новый плейлист. Эта рубрика будет называться «Побывавшие в бывшие употреблении» В общем, я еще конкретно не определился, но название сможете почитать. Но смысл будет этого плейлиста таков, что я буду снимать видеообзоры на те товары, которые уже были в пользовании которые я получил из Китая и, как говорится, конкретно уже протестировал, попользовался В общем, те товары, которые были лично у меня в руках не меньше года Нет, ну не меньше года, конечно, ну не менее полугода Ну, вот начнем с самых старых, самых старых Это с этого телефона Но перед этим я хотел вам сказать, что появился у меня перед глазами один новый канал Называется «Халява по почте» Интересный канал И основатель Илья В общем, снимает видеообзоры на посылки, которые приходят ему абсолютно бесплатно В общем, это всякие разные В общем, посылки на разные темы То есть, не обязательно там электроника или что-то еще Но смысл в том, что посылки абсолютно бесплатные И как их получать, в общем, Илья все вам расскажет Также он проводит большое количество конкурсов, розыгрышей Делает обзоры на разнообразные товары Ну и, конечно же, краш-тесты Как же без них, очень интересные такие Интересно смотреть, когда люди ломают какие-то вещи Вот, если это сделано красиво и правильно Это очень занимательно, в принципе Ну, в общем, ссылочку оставлю под видео на канал Заходите, подписывайтесь, смотрите Ну что же, продолжим Вот, как я и говорил вам Вот все чудо Это вообще самая первая моя покупка на Алиэкспресс О, на Алиэкспресс, вру Первая покупка, которая была сделана мной на Тайне Дил В магазине Тайне Дил Всем известно же, конечно же Вот, и с него, в принципе, я начинал свою карьеру Карьеру китайского шопоголика, да Можно так сказать И, ребята, он до сих пор работает Что самое-самое бешеное Что меня удивляет, что он работает Он работает, как видите, сделано Вот, по-моему, Nokia 820, что ли В общем, не помню Ну, кто разбирается, увидит, на что он похож Хотя, обозначений никаких нету Просто Music здесь написано А у оригинала тут написано Nokia А так, один в один Размеры и все Вот здесь стоит не МТК-шный процессор А спайдер Как-то спайдер Или сейчас посмотрим, чтобы вам Точнее все сказать О телефоне Так Андроида версия 4.1.1 Та-та-та-та-та-та МТ Ну, версия написана, что МТ Но здесь СП идет Я не помню, как называется сам процессор СП-шный, короче Вообще, очень старый Ну, в принципе Ну, как звонилка Звонит, да, в принципе, громко Слышно более-менее Да, притормаживает, конечно Но это лаунчер стоит такой Тормознутый под винду Ну, а если поставить Обыкновенный лаунчер Он будет работать Все нормально Просто я им не пользуюсь Он валяется Сначала им С ним ходила Жена попросила Почему желтенький Жена попросила купить Вот, обновить как бы Гардероб свой Нашли вот такие телефоны У меня был черный У нее вот желтый Я два тогда заказывал Кстати Где-нибудь здесь Обзорчик оставлю Если интересно Вы можете посмотреть Какой он был новый Но, самое интересное Что по прошествию года Да, он больше года у меня И он до сих пор работает Что он только не перенес Я вам сейчас покажу Его внешнее состояние Ну, наверное Как-то так будет видно вам То есть, видите Он неоднократно падал У жены Он, наверное, раз 30-40 падал У ребенка Ну, видите Он весь-весь-весь Покоцанный Весь перекоцанный Но Плюс этого телефона Что здесь металлический Корпус идет Вот передний Куда вставлена Вся аппаратура Он Сделан из металла Ну, задняя крышка же Конечно Она Ну, пластиковая Но сам вот этот Корпус Он из металла В общем, батарейка На 2000 ампер Там две сим-карты И все как положено Что еще было в комплекте У нас Был вот такой чехол Видите Надпись какая у нас Windows Интересно, да? Ну, тоже как бы Windows Вот такая Как задняя крышка Одевается Ну, как видите Все уже пришло Практически в негодность Все подклеивалось Ну, вот в этом плане Конечно Чехол Немножко Подвел Но все-таки Год он прослужил Я думал Он через месяц У меня вот этот Хлястик Перегнется Порвется Но даже намеков На то, что он хочет порваться Не оказалось Как видите Вот Ну, это сразу Уже тюнинг навели Тут дочка клеила Сама себе Поэтому Есть, ребята Есть Качественные вещи В Китае Поэтому Я почему И решил снимать Такие обзоры Потому что Многие есть Такие Скептические Относящиеся люди Китайским вещам Говорят, что это Фуфло Что оно прослужит Максимум Там Месяц-полтора И все Можно выкинуть Вот вам, ребята Живое доказательство Больше года Аппарат работает Дешевый Я его брал Там Около Трех тысяч рублей По-моему Но тогда это было Так Более-менее Не особо дешево Вот Ну, сейчас они, конечно Вообще копейки стоят Хотя с нашим курсом Сейчас непонятно Что стоит И как вообще Ой, ладно Это не об этом Не будем о печальном Ну, вот такой вот Телефончик, ребятки Работает До сих пор Можно ставить Сим-карту И пользоваться Свободно То есть Как звонилка Ну, даже игры там Вот эти Бегает человечек Там через вагоны Перепрыгивает Поддерживает И в такие Слабенькие игры Можно играть Вот такой Девайсик у нас И Сегодня по электронике Пройдемся И второй Лот Второй лот Как я хотел его назвать В общем Вот такой аппарат Планшет Новый 8 mini То же самое Планшет Год Наверное Чуть больше Год и месяц Ну, примерно Год Потому что я убрал Под Новый год В том году На подарок Как говорили Дочке Вот такая коробочка Все супер Мупер, конечно Сам планшет Вообще без равных За его деньги В общем Брал я его Тогда За 77 долларов Это Ну, год назад Ребят Потому что цены Уже меняются Конечно Восьми гиговый Я брал Десять касаний Мультитач У него HD Десять 1800p Разрешение Идет Восьми дюймовый Извиняюсь Восьми дюймовый У нас идет Экран Вот Ну Там Фотоаппарат Конечно Камера Так себе 3000 ампер Батарея Хватало В принципе На сутки Где-то Пользоваться Вай-фай Там Android 4.1.1 HDMI Там Все дела В общем Нормальный Хороший аппаратик Full HD Разрешение Как я сказал Но чуть позже И к нему же Я купил Чехол Для него Вот такой Чехольчик Который Меня Очень Очень Огорчил Как видите Это просто Ужас Вот этот Наклеенный Бумажный Слой То есть Наружная часть Она сделана Как из резины Да Претензий Нет С ним Так жестко Обращались Ребята Это вообще Просто ужас Он валялся Где только попало По нему Топтались По нему Ходили Он Вообще Такие Экстремальные Условия Выдержал С наружной части В принципе Ничего Но Свои свойства Он конечно Потерял Держался Он вот такой Липкий слой Хотя он еще И прилипает Вот эта часть Отвалилась Полностью Как видите Я тут Подклеивал Что-то пытался Ничего Мне не помогло В общем Потерялся Магнитик Вот здесь Как видите Такая вмятинка Есть Там стоял Такой тоненький Батареечка Магнитик И в клястике Магнитик Стоит И они склеивались Но магнитик Потерялся Так как Ну Просто Когда отклеилось Он где-то выпал И уже найти его нереально В общем Поэтому он теперь Не закрывается И просто валяется Без дела Ну Хотел его Конечно Покритиковать Но сейчас Вот так Подрассмотрел Думаю За год В принципе В принципе Нормально За год Если Ну это я говорю Дети чисто Дети Обращались с ним Потому В таком состоянии Если пользоваться Будет взрослый Я думаю Он прослужит Гораздо дольше Тем более Он там С таким тюнингом Что В обратную сторону Как знаете Можно складывать И делать Как подставку То есть Ставить планшет В принципе Пойдет Потому что Он еще Не дешевый был Я его брал Одновременно С планшетом Вышел он мне Тогда 11 долларов 10 центов Год назад Вот Единственное Если бы не потерялось Вот этот Магнитик Было вообще Просто Замечательно Ну вот Такой чехол Ну ладно Сам планшет Вот такая Оригинальная коробочка Тоненькая Вот упаковка Упаковка Мне тоже Очень О Ребят Столько Год назад Открывал У меня еще Оказывается И защитная пленка А это вообще Да 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 Продавец Мне еще тогда Положил На 7 дюймовую Пленку Защитную Она такая Валяется У меня без дела Ну здесь В комплекте Что Брошюрка Была И здесь Шел УТГ кабель Для подключения Этому Даже зарядного устройства Не было Был просто УТГ кабель Вот И все То есть Лисбишный кабель Который втыкается В любое зарядное устройство И здесь Идет Микро УСБ И Подключается И заряжается Вот Выход под HDMI Есть Под кабель Тут под наушники Микрофон Все Тут под Микро SD Ну тоже Как видите Состояние у него Просто такое Рабочее Да Можно так сказать Сейчас я вам поближе покажу То же самое Ну детские руки Понятно Летал он Терся Обо все То есть Вот пользуется Она без Без Чехла Поэтому В таком виде Он находится Но Самое Самое То есть Экран видите Тут пленка была Заводская Экран Как видите Вообще Просто Чехпых И мы сделали Но Самое обидное Ребята Что я хотел вам показать Все показать Так его Хотел Расхвалить Но реально Вот буквально Два дня назад С ним Случилось Что-то непонятное Может кто-то знает Может что-то Кто-то подскажет Смотрите Что происходит Сейчас я поближе Вам сделаю Я не знаю В чем причина Может есть Разбирающиеся люди Как видите Вот Сейчас я воткнул Зарядное устройство Сейчас Ну давай Что ты там В общем Он начинает Моргать Вот Как видите Вспышки такие Появляются Вспышки Показывают Что как бы Зарядка начинается И тут же Гаснет сразу Вот Я не знаю В чем причина Ну зарядка Не идет Не заряжается И вообще Он не откликается Ни на какие кнопки Я не знаю Что с ним делать Либо идти В мастерскую отдавать Либо Может кто-то из вас Посоветует Есть какие-то Способы Его вернуть К жизни Вот Ну блин Что-то он И мигать уже перестал Вчера вот он Весь день стоял На зарядке у меня Вот Просто Загоралась Вот такая батареечка Как вы знаете Нарисована здесь Ну вот в начале Было видно Она загоралась Но сейчас вообще Что-то Не хочет Пытаюсь вот Включить Ну вообще Никаких реакций То есть Бобик сдох Похоже Окончательно Жаль конечно Жаль Сам планшет Классный Размер Вообще шикарный 8 дюймовый По-моему Самый оптимальный Вариант Вот И на вид Он похож на Айпад Мини По-моему В общем Хороший Был Был планшет Ну в принципе Не знаю Разберемся Еще Просто Недавно Только сломался Ну так Аппарат Хороший В свое время Был неплохой Но К сожалению Да Ну я вам еще раз Повторю Что такие Экстремальные Условия Ну я не знаю Как вот этот Выдержал Он выдержал Из-за того Что реально Это кирпич Просто кирпич Который Звонит И отправляет СМС Тут особо Ничего Таких там Премудростей Нету Но все же В принципе Электроника Выдержал Да Но Этот Чуть-чуть Что-то Захворал Но ничего Будем лечить Пытаться Вылечить Ну все Ребятки Надеюсь Вам Такая рубрика По душе Будет Я надеюсь Продолжать Еще Потому что В принципе Товаров Немало На обзорчике Есть И думаю Вам будет Интересно Ну все Ребят Спасибо за просмотр Подписывайтесь На канал Если не подписаны Будет у нас И посылки И все Будет В перемешку Потому что Поэтому будет Все интересно Сам канал Называется Всяко-разно Из Китая Потому что У нас Все 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 Всяко-разно Из Китая Вот Сам смысл Канала Ну все Ребятки Ссылки На все Эти товары Нет Ссылки на товары Я не буду Оставлять Я оставлю Вам ссылки Под видео На распаковки Этих товаров Заодно И посмотрите Мои старые Видео Как я Бугундосил Там Себе Поднос Что-то Бормотал В общем Иногда Сам смотрю И Ааа Думаю Что у меня люди Сейчас Смотрят Ну Так что Смотрите Все Ребятки Здоровья Вам Позитива Удачи По жизни Пока-пока